так сегодня день у нас 14 мая 2016 года завтра у нас воскресенье будет день деревни называется батюшка 14 мая приехал девяносто первом году мы получается где-то рядом 15 после 14 в первое воскресенье у тебя святая вода то тут есть это есть до конек это маленько мне глаз она протереть глаз болит три года уже болит из-за чего заходит надежда Васильевна тут глаз убери маленько то я только ногти подстриг и чиркнул и вот это которая я не знаю как его называть попала инфекция вижу но неприятности ну встал он все поставил видите как у тебя мне нужно чтобы ты хотя капли две мне еще дали для себя стакан и сразу руки уже сложил ничего нет для чего я просил для глазах святая вода тут написано чуть-чуть хороший мне больше не надо господи благослови дай мне зрение крестообразно каждый раз на глаза и обязательно ни одного дня еще нас это в дороге было ехали мы святая вода просморы от Владивостока до Лиссабона и где бы мы ни были везде пили сырую воду и ни один не заболел вода была иногда мутная как будто бы ну просто одна глина прям бурая-бурая вода не пейте не пейте нам везде говорили а у нас некогда это было не кипятить не процеживать ничего нету и представьте три года мы ездили на Дальнее Благовестие в Турции везде и ни один не заболел желудочный желудочный не один сырую воду пили ну все остановимся на молитву мы покажем сегодня так ты стань да куда встал-то поперед батьки пекла не лезь у нас порядок такой я считаю основные молитвы так минутку так я не забыл свое оружие это у меня рядом лежит ночью для ночной молитвы кладу с собой вот так вот и встала головой то туда повернись повернись туда на молитве повернулся куда вот туда молиться то будем головой то повернись вот сюда вот о молодец хорошо вот так ну больше на чашку молиться язычница настоящая посты не соблюдает все с него спрашивать и вот видите как держать обязательно должна быть вот как под строчками всему учить надо рукой потовые железы остается желтизна книга портится даже в этом научение должно быть для ребенка и так господи благослови есть такое слово сказка смотри на меня как я делаю подражаю мне как поклоны делать много подражанием в природе делается боже милостью будем и грешным создавыми господи помилуй меня вещества я согрешил господи прости меня грешную помилуй поклон должен быть такой чтобы рука могла пол достать проверить себя если нужно земной ладони под 10 заповедей не так руки растопорить а так должен быть рядом и лоб колени даже касаться земли ты книгу это поставил положили она течение нужно когда нужно будет тебе скажут ну еще так сейчас у нас пасхальные дни закончились и до вознесения вместо достойно считается светися 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 новой иерусалиме слава бог господи на тебе воссия ликуй ныне веселись и сегодня ты же чистая красу и богородица о восстании рождества твоего слава отцу и сына и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови крестное знамение совершает так как пальцы лошадь два у тебя пальца или три лоб центр лба где пуп находится право и лево ровно не сюда вот куда-то суют руки вот должна быть ровная полно от плеча до плеча не просто вот так вот что интересно день победы показывает министр обороны шойгу сергей начинается он перекрестился и поехала машина принимать парад во времена наступили какие-то раньше бы его сталин бы не похвалил за это дело воскреса измертую господи иисусе хресте сыне божий молитва ради причинствия твоей матери силы щаснага же творящего креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас яко благослови человека любит аминь ты виталий видел что я не перекрестился а ты крестивший рукой ты очень невнимательный на молитве проси у бога внимание это молитва без крестного знамени любой скажет не молился у нас ведь все с поясами должен быть это молитва в другую масть есть вот царю небесно считается крестное знамение совершается поклон не совершается вот у отца кирилла сахарова на берстеневке около храма христа спасителя у него это все знают а нужно это нужно а зачем в армии учат честь отдавать стоять и как чтобы рука касалась брови повернуть голову на параде как они стоят все до одного стоят куда глядите вам показали наклон должен быть 40 сказать там 30 градусов вот в америке смотри какая заключенная должна быть нога должна быть ноги вот так вот развернуты 45 градусов не вот так вот развернуть и не вот так 45 идет воспитатель это мэм обратиться можно там как говорят щелкнул каблуками можно не ближе трех метров а за нарушение за нарушение тебе срок продлят будешь сеть или что там еще это во всем мире такое ты видел как мусульмане кланяются все одновременно поклонились все все стоят ну мусульмане к докладу я просто покажу покажу как у них вперед они все до одного маленький мальчишка стоит за спину отца держится и сколько миллион двести тысяч вышли говорит на улице москвы и одновременно поклонились от этого омона среда не останется когда они восстанут и поэтому президента надо не клеймить а благодарить бога что еще он как-то умиротворяет если поднимется эта орда самому эти вепри из кармонийской пустыни то мало горит не покажется ты внимательно смотри вот сейчас смотримся где поклоны делать как я показал один раз и дальше покажи ревность ревности нет ничего не получишь и так поиграть бегите чтобы получить бегут многие то есть молятся многие но один получает награду меня не будет завтра ты кого научишься когда сам не учишься и почему в нашей жизни такие неурядицы то развелся то что это как правило ты не думаешь за этим ничего не стоит слишком многое стоит это ничего своего нету на даче проходила мимо человека линеева ограда пошатнулась крапивой заросло зачем пишет соломон об этом значит это очень важно а раз у тебя нет ничего значит с протянутой рукой воровать надо будет ты еще только проснулся я уже знаю ты вор тебе воровать надо есть любишь а работать не любишь это не к тебе говорю вообще за этим всегда что-то стоит а где тогда научиться молитва самое главное это молитва этого она ничего не значит молитва значит ответ на молитву связующие звено и все время в молитву вкрапляет благодарность благодарность открывает шлюзы божьей благодати так скажу вот у себя удивлю почему у тебя получаются а у меня не получается у нас была тетя тоня мы с ней дружили близкие были она 10 дней не дождалась меня умерла между нами разница в 40 лет было и храма суде спросили кто прослушал пленки что лапкина читал две с половиной тысячи часов только на 1 грамота я знаю 4 класса кончил или нет муж ее выгнал четверо детей отняли пришлось бежать она из подпольных христиан и пх и вот она говорит одна подошла в них там они были подпольщики тихоновцы и говорит наставник там арсений или кто старичок то почему то у меня не получается никак а то еще не начнет у нее все идет а дома не живет она всем угождала угождала какую-то квартиры живет первого станет работает и все хотели взять на квартиру она все хозяйство ведет он говорит и просили а ну-ка пройди вот отсюда вот там русская печь стоит посреди это главное печки танцуй от печки говорится такое то есть главное то то пройди туда зачем ну я тебя прошу ты пройдя а тут и их прихожане сидят ну пройди ну еще я тут не ходила я каждый день хожу то есть она уже все вступила но прикидываю тебя точно так же а зачем а чего ты очень похож на той простенью ты но я-то прошу пройди ночью маленькой еще на смех меня людей поднимать она хозяйка дома она уже чувствует себя ты делай так что тебя видно будет переместись смотри-ка ты плотную туда ты вот так стой вот так надо пошла вот охота до печки дошла позорнулась ну вот и все ты меня простей но я по хочу показать как-то еще надо мной смеяться она уже видит в этом унижение так антонина пройди до печки слушались наставник мой слушаться так скажите разница была как та и другая прошла и прости не антонина да большая разница вот оттуда все идет отсюда идет я когда рассказываю как в армии служил я еще ни одного не встретил кого так было почему я знал что такое в орган мвд был направлен после техникума работать строго режимном лагере мне вот так было семь месяцев работал две смены каждый день без выходных сегодня откосить от армии а я военкома готов был обед расставать что меня в армию взяли понятно и это село пришкина иркутской области я опять съездил нынче и подарил в тюрьму все свои 38 книг не в тюрьму а в лагерь тут слышишь что все себе говорится в копилочку суда складывай вот это тетя тони любой вопрос она знала как ответить жития приезжая дядя гоша был лютых георгий накентьевич канц город костноярского края слепой отцу понес обед шестилетний было обратно когда шел уже вода шла и он по мостику шел его водой сбросила и там где-то глаза все это у него не было белки одни вообще не видел границ знания его даже отец геннадий не мог определить фаст и он вот слышит пленка по ему сказать тут пленка интересно он слушает а кто это разговаривает это готовец димитрий дудко самый знаменитый не имей отец димитрий дудко на первом месте стоял стране а кто с ним разговаривать да это мирянин один разговаривает тут до кого разговаривает с это мирянина кокон правба такая прав а где он живет он выбор а воля кто такой игнатий лапкин Везите меня туда. Его слепого привезли на знакомство. Потом еще раз привезла. Потом приехал слепой, совершенно один. А я жил около вокзала. Идти надо через линии. Пришел. Разрешите вопросы. Представьте, препятствий не было. Начинает считать поэма христианка Натсона, Семена Яковлевича. Иуда наизусть знает. Я ему считаю Блока, он знает. Я беру Бальмонта, считаю. Дядя Гоша, а как вы знаете? А я узнавал, где что есть. Ну, конечно, Брайля считает. Я ему дал Брайля. Достал его. Ну, раз, что-то кверх ногами тут. А там, посмотрю, у меня лежит год, там 1870. Открыли-ка там Библию. Там написано по-другому перевод. Услышал об отце Геннадия Фаста в Венесельске. Поехал туда. Слепой. И чем он занимался? А как он жил? Книги переплетал. Печи делал, дома строил. И на клиросе я узнаю жития святых. Но я не могу назвать, какого числа жития святых. Он все знал. И он первый разоблачил еретика, Глушенко, Вячеслав. Потом стал Никодимом. Ушел в Богородичный Центр. У них был священник. Он восстал. Ну, священник там и какой-то мирянин. Добил все это, чтобы его не было там. Он уже ереси вносил. И он так и ушел в Богородичный Центр. Это ересь страшная. Где? Это я рассказываю, с кем я в жизни встречался. И как он молился. Вот. На молитве ты сейчас получаешь все. Какое твое отношение будет к ней? Веди внимательно. Где кланяется, где крестное знамение совершает. Ты совершенно этого не знаешь. Старобрядцы знают. В монастыре знают. В патриархии. Вот, посмотрите, где. Все, проверяют. А ее туда согнать не надо. Мыши везде лазят. И она проверила. Все. Запаха нет. У нее для этого усы длинные. Так для чего? Потому что она в темноте идет. Как антеннами касается. У нее нюх-то плохой. И она очень сильно разбит слух. Про кошку сколько надо знать. Про голубей я всегда удивляюсь. Ворону от грача не могут отрешить. Не могут отличить. Ну как это? Грача не могут отличить от ворона. Ну как это? Ну просто молись Богу. И чтобы Бог отверзл ум. Боже милости. Будь мне грешным. Создав имя Господи. Помилуй меня. Бесчиславя согрешил. Господи. Прости меня грешным. И помилуй. За молитвы святых отец наши. Господи Иисусе Христе Сыне Божий. Помилуй нас. Слава Тебе Божий наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Божий наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Божий наш. Слава Тебе всяческих ради. То есть благодарим Тебя Божий за все. Боже очисти меня грешно. Моя каникали же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет во мне воля Твоя. Да неосужденно отверзла уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ведь здесь считается Царю Небесной, но до вознесения от Пасхи не считается. Считается Христос воскресе из мертвых. Это тоже надо знать. Христос воскресе из мертвых. Смертью и смерть поправ. В сущем ограбе живот даровал. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и в обеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в обеки веков, аминь Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим И не веди нас в твои искушения, но избави нас от лука ваго, ибо Твое из Царства сила и слава в веке, аминь Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пьемте сильный Свят, 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 аси Божий, Богородицу, и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай сна, воздвигнуйся, Господи, умой, просвети сердце, и с ним ее отверзи Во я же петите, святая Троица, свят, свят, аси Божий, Богородицу, и помилуй нас И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь, внезапно судья приид, и кое-гоже деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи, свят, 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 аси Божия, Богородицу, и помилуй нас Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна вас став Благодарю тебя, вся святая Троица, и ко мне герает твоя благость, и долго тебе пение Не прогневался на меня ленивый и грешен, не погубил меня со беззакониями Мое имя, но человек олюбствовал, если я обычный, и в нечаяния лежащего Возвигл меня и си, в мое же утренче словословите державу Твою И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, повышайте Со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя Во исповедание сердечнем, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа Ныне и присны, и во веки веков, аминь Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу Приидите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему Приидите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему Руки вместе означает десять заповедей Лбом до них Я с небольшими пояснениями это говорю Поясные поклоны А вот уже в пятницу вечером земные поклоны не делаются Но и три молитвы есть, которые всегда делаются Всегда, даже на первый день Пасхи Это Святиси Так церковь установила, и не надо спрашивать, почему Это нарушение Нарушение решали за нас где-то Не такое-то нарушение, на счет оно не влекает Вот у меня не было ни разу, где бы я спорил с католиками Там, о троице, об восхождении Никогда, потому что эта роль не играет И спорить верующим вообще не положено С ним спорить могут Написано, спорили с Иисусом Спорили с апостолом, но они не спорили Кто знает истину, если знает Он возвещает ее А кто не знает, тот спорит В спорах рождается истина Нет, теряется время, больше ничего нет И поэтому один раз сказал Ну после первого-второго разумления отвращайся Тебе слышал, после первого-второго разумления отвращайся Ибо он грешит, будучи самоосужден И он не прописан на небе Вот ответ, я нашел ответ Он не прописанный, поэтому сатана им крутит, как хочет Установила церковь в пятницу, в среду Все, установила сегодня, разрешается рыбу есть Значит рыба Так апосты, они не евангельское устроение Правильно Но 69-е апостольское правило говорит о четыре десятницы Я первый раз, когда прочитал у Златоуста Он говорит, Бог требует десятину Требует Проклятием и проклятием не отдают Но говорит, деньги это не вся десятина Это время Десятую часть времени отдай для Бога Спим мы все время А почему ты Богу не отдаешь хотя бы десятину От сна Оторвать Начнем молитвы, если нету Значит, десятину ночную молитву не отдаешь И днем Сегодня мы Вот я уже здесь Вчера там я мотался здесь Будем молиться Каждые полтора часа будем вставать на молитву Семь минут молитвы Это три святое и сто поклонов Три святое и сто поклонов Сто поклонов у меня везде где бы Залезу к голубям Там у меня висит Лестовочка висит Взял ее Помолился Сто поклонов Пошли в сад Там поклоны Пошли на пруд Там поклоны Никита побуждал к этому Так все Никита считает Салтырное чтение На русском языке Синодального перевода Других переводов Намерто не признаю Они даже близко не подходят К нему Аллилуйя Славьте Господа Ибо Он благ Ибо вовек милость Его Кто изрещет Могущество Господа Возвестит все хвалы Его Блаженны Хранящие суд И творящие правду Во всякое время Вспомни мне Господи Благоволение К народу Твоему Посети меня Спасением Твоим Дабы мне видеть Благоденствие Избранных Твоих Веселиться Веселием народа Твоего Хвалиться С наследием Твоим Согрешили мы С отцами нашими Согрешили беззаконие Соделали неправду Отцы наши В Египте Не уразумели Чудес Твоих Не помнили Множество Милости Твоих И возмутились У моря У черного моря Но Он спас их Ради имени Своего Дабы показать Могущество Своё Грозно Рёк морю черному И оно иссохло И провёл их По безднам Как по суше И спас их От руки ненавидящего И избавил их От руки врага Воды покрыли Враговых Ни одного Из них не осталось И поверили Они словам Его И воспели Хвалу Ему Но скоро Забыли дела Его Не дождались Его изволения Увлеклись Похотением В пустыне Искусили Бога Необитаемой И Он исполнил Прошение их Но Послал язву На души их И позавидовали В стане Моисею И Аарону Святому Господню Разверзлась земля И поглотила Дофана И покрыла Скопище Аверона И возгорелся огонь Скопище их Пламень попалил Нечестивых Сделали телеца Ухарива И поклонились Истукану И променяли Славу Свою На изображение Вала Едущего Траву Забыли Бога Спасителя Своего Совершившего Великое В Египте Дивное В земле Хамовой Страшное Черного И хотел Истребить Их Если бы Моисей Избранный Его Не стал Пред ним В расселении Чтобы Отвратить Ярость Его Да не Погубит Их И презрели Они на землю Желанную Не верили Слову Его И роптали Шатрах Своих Не слушались Глаза Господня И поднял Он руку Свою На них Чтобы Не сложить Их В пустыне Не сложить Племя Их В народах И рассеять Их По землям Они Прилепились К Валфибору И ели Жертву Бездушным И раздражали Бога Делами Своими И вторглась К ним Язва И восстал Финеест И произвел Суд И остановилась Язва И это Вменено Ему В праведность В роды И роды Вовеки И пригневали Бога Увод Миривы И Моисей Потерпел За них Ибо Они Огорчили Дух Его И он Погрешил Устами Своими Не Истребили Народов О которых Сказал Им Господь Но Смешались Языч И научились Делам Их Служили Истуканам Их Которые Были Для них Сетью И Приносили Сыновей Своих И дочерей Своих В жертву Бесам Проливали Кровь Невинную Кровь Сыновей Своих И дочерей Своих Которых Приносили В жертву Идолам Ханаанским И Осквернилась Земля Кровью Оскверняли Себя Делами Своими Блудодействовали Поступками Своими И Восполал Гнев Господа Народ Его И Возгнушался Он Наследием Своим И Предал Их В руки Язычников И Ненавидящие Их Стали Обладать Ими Враги Их Утесняли Их И Они Смирялись Под Рукою Их Много Раз Он Избавлял Их Они Раздражали Его Упорством Своим И Были Уничижаем Из-за Беззакония Своем Но Он Презирал На скорбях Когда Слышал Вопылих И Вспоминал Завет Свои С ними И Раскаивался По множеству Милости Своей И Возбуждал К ним Сострадание Во всех Пленявших Их Спаси Нас Господи Боже Наш И Собери Нас От народов Табы Славить Святое Имя Твое Хвалиться Твоею Славой Благословен Господь Бог Израилем От века И до века И да Скажет Весь Народ Аминь Аллилуйя Слава Слава Суи Сыну И Святому Духу И Ныне Присной Во веки Веков Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И Ныне Присной Во веки Веков Аминь Благомилостивый Всемилостивый Бог Мой И Господь Иисус Христос Спас По Своей Многолюбви Сошел На Землю И Воплотился Чтобы Спасти Всех И Снова Спаситель Спаси Меня Благодатью Твоею Молю Тебя Ибо Если По Делам Спасешь Меня То Это Не Будет Благодатью Даром Но Более Делом Ей Многие И В Щедротах И Не Изречены В Милости Ибо Ты Сказал Что Верующий В Меня Жив Будет И Не Увидит Смерти Во Веки И Так Если Вера В Создатель Вера Жи Вместо Дел Да Вмениться Мне Боже Мой Потому Что Совершенно Не Найти Дел Оправдывающих Меня Но Эта Вера Да Будет Превыше Всего Да Ответит За Меня Да Оправдает Меня Да Я Вид Причастником Славы Твоей Вечной И Да Не Похитит Меня Сатана И Не Похвалится Слово Что Оторгнул Меня Твоих Рук Ограды Но Или Хочу Спаси Спаси Меня Или Не Хочу Христос Мой Спаситель Поспеши Скорее Скорее Погиб Я Ибо Ты Бог Мой Очрева Матери Моей Сподоби Меня Господи Возлюбить Тебя Теперь Так же Как Возлюбил Я Когда-то Свой Тайный Грех И Чтобы Снова Потрудиться Для Тебя Без Лени Усердно Как Прежде Потрудился Сатане Прельщающему Особенно же Потружусь Для Тебя Господа И Бога Моего Иисуса Христа Во Все Дни Жизни Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставленный Хранитель Хранить Мою Бедную Душу И Несчастную Жизнь Не Оставь Меня Грешного И Не Отступи От Меня За Невоздержание Мое Не Дай Возможности Злому Демону Подчинить Меня Себе Преобладанием Этого Смертного Тела Возьми Крепко Несчастную Опустившуюся Руку Мою И Выведи Меня На Путь Спасения О Святый Ангел Божий Хранитель И Покровитель Бедной Моей Души И Тело Прости Мне Все Чем Я Оскорбил Тебя Во Все Дни Жизни Моей И Если Я Чем Согрешил В Прошедшую Ночь Защити Меня В Настоящий День И Сохрани Меня От Всякого Искушения Вражеского Чтобы Мне Не Прогневать Бога Никаким Грехом И Молись За Меня Господу Чтобы Он Утвердил Меня В Страхе Своем И Сделал Меня Рабом Достойной Своей Милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими Святыми Всесильными Молитвами Отгони От Меня Смиренного И Несчастного Раба Твоего Уныния Забвения Неразумия Нерадения И Удали Все Скверные Лукавые Хульные Помыслы Из Окаянного Моего Сердца И Помраченного Ума Моего И Погаси Пламя Моих Страстей Ибо Я Бог И Несчастен И Избавь Меня От Многих Пагубных Воспоминаний И Помыслов И Освободи Меня От Всяких Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Все Роды И Пречистое Имя Твое Славится Во Веки Вечные Аминь Аминь Молите Бога О Нас Святые Уводники Божии Игнати Владимир Никита Сергей Виталий Ибо мы усердно К вам Прибегаем Скорым Помощником Молитникам О душах Наших Богородица Дева Радуйся Обрата Мария Господь С тобою Благословен Ты в женах И благословен Плод Чрева Твоего Я Хородилась И Христа Спас Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Чеснага Желтворящего Креста Господень Не оставь Меня грешным Уповающим Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твоей Победы За сопротивные Дары Твои Сохраняй Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помил Отца Моего Духовного Родителя Исродника Благодетель Митрополита Лариона Епископа Иптихи Вениамина Агаф Ангела Диамида Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амбросия Вадима Засиму Алипия Андрея Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Сергия Патриарха Кирилла Папа Франциска Венедикта Корнилия Александра И весь священеческий И иноческий Диадора И высшие Истинные Служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И дай нам еще Священника Если угодно Воле Твоей Святой Господи Сбери власти Войств Их Наведи страх Твой на них Дабы знали они Что над ними Есть Ты Царь Царствующий Господь Господствующий В разуме Их поступать Благоразумно И сдавать Мудрые законы Для народа Всего И сохрани их От покушения На них Владимира Дмитрия Барака Рамзана Петра Александра Эрдогена Амана И всех Правителей Мира Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Наши таланты Дарованное Тобой И до сего Пошли нам Добрых Помощников Наставников И советников И сохрани нас Здесь Селение Нашей квартиры От пожара От воров От нечистой силы Благослови Живущих Здесь Андрея Игоря Игоря Серафима Иосифа Алексея Владимира Никиту Сергея Виталия И пошли добрые Жители Знающих Тебя Любящих Уставы Твоих Ходящих Послушания Спаси Помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Чадо Виктор Сергея Себастьяна Людмилу Нину Алектину И расширь пределы Общих наших Найди новые души Спаси Помилуй Димитрия Марину Чадо Валентину Алексея Возуми Валерия Надежду Валентину Димитрия 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 Вот я не говорю Кто Не знаю Димитрия Димитрия Смирнов Димитрия Меоболки Димитрия Мтео Олега Это Синяева Алексея Это Осипова То есть Я не могу Просто пояснять Кто Молимся За них Каждый день За правителя А при чем Аман Он христианин Тайный Тулеев Если не Не ошибаюсь В Кемеровской Области Губернатор Боже наш Слава тебе Александра Александра Александры Благодетели Наших Богославия Владимира Андрея Юлия Елену Михаила Нину Сергея Анну Сочатам И Юрия И всех С кем Мы познакомились Кому Возвестили Слово Истины Твоей Слава тебе Боже наш Слава тебе За прекрасное Утро За тихую Покойную Ночь Что Жизнь Продлил Нашу Это место Сохранил И защитил Слава тебе Да будем мы Благословен На этот день Труды наши Благослови Сделай их Полезными И безопасными Слава тебе Боже наш Слава тебе Коснись Сердец Врагов Наших И лютых Волков Сохрани Много добра Нам делал И мы молимся О нем Его И сатана Искушает В этом И наше Сокровище Сайт И форум Все Сохранит Трудящийся Игорь Помилуй Помилуй Упокой Господи В обителях Небесных Усопших Отец И братья Наших И же С верой Надеждой На воскресение Жизнь Вечно Тошедшая От жизни Сей Ибо Нет Человека Который Живя На земле Не согрешил И прости Им Всякое Согрешение Вольное И невольное И душам Нашим Полезное Сотвори И далее Считаем Мы Сто поклонов Слушайте Внимательно О чем Я буду молиться Чтобы вам Что-то запомнить Сто Десять Христу Божией Матери Ангелу Хранителю Иоанну Христителю Святитель Христов Никола Пророки Небесная сила Апостола Евангелиста Мученики Мученицы Святые Отцы Жены И девы Ты все время Находишься В лоне Церкви А кто-то Что-то Говорит Тебе не надо Об этом думать Сейчас Да простит Господь Всем Ты и сам знаешь Говорит Что говорил Про других Нехорошо Да помилует Господь Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова А воочем Свят 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 Господь Саваох Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи За тот день В который дал Веру в Тебя Страх пред Тобою И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий мой За тот день В который Давный Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И вечности Воздай добром Михаилу и Анну Которые Открыли мне Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Присна Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси нас Молитвами Своими И покроем Опором Твоим О Преблагословенное Не оставь Твоей заботой И попечением Нас Грешных и сирых Помилуй нас Господи Помилуй нас И это место Защити Дабы чуждо Не могли И приблизиться К нему Ты Всемогущий Ты Благословил Нас Прибыть На это место Благословил Вход Благослови Выход И воздай Добром Тем Кто трудился Кто помогал И Андрея Сергея Шоферов Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешнем Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя За прошедшую Ночь Столько Лет Ты Хранил Душу Мою Не Покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе И Водета Нового Бога Кроме Тебя Христе Боже Наш Слава Святой Святитель Христов Никола Моли Бога О Нас Ходотайствуй О Почитающих Себя И Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О Нас Научи Нас Господи Жить Бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным И Каждому Дару И Жилье Я отдельно Молюсь О Сергее Дудине Священнике Такому И Гаврииле И Дару Господи Доброе Жилье Сергею Гавриилу Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Болите Бога Нас Святые Пророки Божии Пророк Илья Елисея Нох Моисея Самуила Аарон Иов Авель Но Иосиф Патриарх И 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 Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрек и пророк Михей. Молите Бога о нас. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас с неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, как в жениху души нашей с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными иле добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас. Святые ангелы, архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы престолу Божию и предстоящим, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфеев, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Укрепи народ Твой, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, не страшиться царей и начальствующих, но доверяться Тебе во всем. Молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Семинский, Устин, Философ, Касмай, Адамиян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Сарь Николай, Святое Сарское Себесто, Владимир, Винамин и Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста. И дару и веру Ивану Фиму, Вениамину. Бестерпение из них этот недобрый характер. Усташи родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затаусов, Анасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иоси, Радонский, Иосифан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский и Филарет. И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас. Дабы разумит Господь народ свой. Дабы прибегали все к слову Твоему. И ответ искали на страницах Святой Библии в толковании святых отцов. Научи насценить святые правила вселенских и поместных соборов и святых отцов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас. Святые жены и девы. Фехла первомущенница Фатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Елина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискилла и Акила, Андродик и Юня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Дарует Господь. Жена мы девам послушание и молчание. Соломудрия и стыдливость. Исправь непокоривость. Галина, семейство Евгений, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена и Анна. Галина, Галина, Лидия, Нас помилуй, милости Твоя, Ради, Аллилуйя. Господи, прими нашу молитву Воздиание рук, Как жертву вечернюю, благоухание приятное, Перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе, на земле. Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, Западавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Говори, Господи, владыка, Слушай ты, слыши, Тарап Твой. Господи, мы так нуждаемся в Твоем путеводительстве. И всем даруй духовное рождение свыше, И водительство Духом Святым. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Ты иди, возьми у него, А Володя посчитает Слово Божие. Просчитай там что-нибудь, чтобы нам, в общем, вымышление было. У него Библия шикарная. Смотри, какая с этими открывает легко. Покажи ему, поверни, какая она, с закладками. Как умно сделано, даже не одна закладка. Видишь, что-то какое открывать. Ну и закрывается так, застегивается, наверное, да? Да, застегивается. Вообще, сколько людей, которые стараются сделать. Нам пример. И при том, 77 книг. Да. Видите, что полная книга с неканоническими. Неканонические, они такие же божественные книги. А то сектанты их вырывают, там, при свите рубаптиста вырвал из Большой Библии и бросил на пол. А сестра Мария Глушкова подняла, и Маша, и мне отдала, чтобы я отдельно переплел ей все. А почему? Ну так говорят все. То есть, златоустие, что пользовались этими книгами, каноны приняты, они на это не глядят еще. Самовольство. Ну, дальше уже Библию переводить. Многое отбрасывают. Послание Якова, или Мартин Литер вообще его не признавал, выбросил. Так к чему может дойти? Ни одной буквы. И где пишет Б, через стире Г это подыгрывает евреям. Ни одна буква не исчезнет. Ни одна Йота. А то целую букву выкидывает. Бог, Господь, все прямым текстом написано. Неправильно Иегова. Ну, что неправильно? Яхва не будем считать. Иисус Христос тоже неправильно. Иисус Христос из Натарета. Нам это понятно. А так сказать, что сказать? Иешуа, Гоунацари. Ну, наверное, никто и не поймет, о чем речь идет. Хотя, мы же считаем Артаксерц, Валтасар. У нас был Валтасар, его назвали, Татарин. А тут пришел Володя стал. Ну, переделывают под это. А почему его прямо? Я говорю, как? Это Роман. Я говорю, как тебя звать дома? Рамзес. Ну, Рамзес и Роман, ну, похожие так вот стараются. Надо говорить так, как есть. Называть. Считай. Сираха, 23 глава, с первого стиха. Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто поставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости? Ибо они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне перед противниками и чтобы не порадовался надо мной враг мой. Господи, Отче и Божьей жизни моей, не дай мне возношение очей и вожделение отврати от меня. Пожелание чрева и сладострасти да не овладеют мною и не предай меня бесстыдной душе. Выслушайте, дети, наставления для уст. Соблюдающего не будет уловлен своими устами. Уловлен будет ими грешник и злоречивый, и надменный притнуться через них. Пока часы покажи. Не приучай уст твоих к клятве и не обращай в привычку употреблять в клятве имя святого. А я слышал, что наоборот говорят, что вот в Новом Завете не запрещается имя Господним клясться. Ну, что говорят, запрещается. Затоуст говорит, кто делает, на порог церковь даже не запущу, кто клянется. Срамнее, постыднее этого нет. Если тебе не верят, и клятва не поможет. А если верят, да, да, дети, зачем говорится, но, да, будет, но. То есть, там клядись, а исполняй клятву. А если вообще не клядись, да, для нас как клятва, да. Да, значит, да, до конца стою. Нет, значит, нет. То есть, я знаю, что не надо это делать никак. И все, да, там понятно. Ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно имени святого не очистится от греха. Ну, что-то даже в Ветхом Завете понимали это. Тебя не тянет побриться? И никогда не прикасайся к бороде. А у тебя на военном билете с бородой. В советское время. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Если он согрешит, грех его на нем. Если он вознеродел, то сугубо согрешит. Если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями. От него не зависит. И жена будет страдать им все. Сугубо, то есть вдвойне. Это такое предупреждение, поэтому бойся клятву. Да, так, не верят. Ну и что, значит, не пришло время. Поворачивайся и делай свое дело. Вот так. Есть речь, облеченная смертью. Да не найдется она в наследии Якова. Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются во грехах. Не приучай твоих уст грубо невежливости, ибо при ней бывают греховные слова. Грубо невежливости, грубо там разговаривают. И что, вот посмотри, ползет кто. Вот видишь, нет? Это паучок. Их никогда не надо трогать. Он лапками цепляется. Бывает в царских палатах. Он сидит, и говорят, вот если бы пауков не было, вся земля покрылась бы на 4 сантиметра весь земной шар мошками всеми. Мы даже не знаем, сколько они уничтожают. И везде, везде, везде тянет, и они работают, лапками цепляются. Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож. Иначе бряхнешь такое, да тебя как велещать-то ты соромной человек. Что попало? Вот сейчас нападает на патриарха Кирилла, там встречался с папой, и показывает снимок, и два беса встретились. Это они не судят. Значит, папа бес, и этот бес. Что на этом можно сказать? Я говорю, патриарх ничего не добавил к тому, что уже было. Все вокруг уже католичное. Почему? Западная Украина, их епископов таких ставят. Они все развращают здесь. Уже все. И крещение не хотят делать, ладошка, то покоропят кисточкой. Это все оттуда идет. Украина. Окраина это. И при чем тут? Патриарх в этом участник был, но не на встрече же с этой, где таинства извращены, буквально все. Бритые. Где это видели? Посмотри на иконы. Где вы видели бритые? Я католики, бритые, папа. Это вообще 80 лет с коблица старик. Христос. Совершенный человек кто? Христос. С большой буквы. С бородой был. С бородой. Вон икона. Она наклонилась. Видно. И там икона где видать? Там вот Серафим Саровский стоит. Ну куда ни глядь. Я пошел у себя в храме пересчитать. 475 образов. Это много икон-то. 475. Безбородого такая. Двоих, кажется, увидел. Это молоденькие. Ну, Ян Богослов нарисован так. И там, кажется, Пантелеимон. Пантелеимон. Вот так. Чтобы тебе не забыться перед ними и по привычке не сделать глупости и не пожелать что-либо и не пожалеть почему-то не пожелать что лучше бы ты не родился и не проклясть дня рождения твоего. Вот как. Бряхнуло, потом назад слово не птичка, кажется, улетит и не вердешь. Человек, привыкающий к бранным словам во все дни свои не научится. Бранным словам. Ну пошел ты, да дурак такой там и проще. Бранные слова. Ну апостол Павел сказал враг всякой правды. Бранные слова, не бранные, они соответствуют действительности. Ну не понимают это. Поэтому береги язык. Вот заключенный говорит, следи за своим побелом. Что сказать, где. Там тебя живо. Сейчас везде инструкции, инструкции. Прямо выступает, за кадром видно, когда ты заходишь в камеру, что говорить, как тебя встретят. Ну показывает. Один заходит, с теми так, он всех разбросал, а потом ее вынимает. Ну он зашел такой. Его знали, что берут. А если вот здесь один, он ляжет спать, последняя ночь его было. Все. Ну спит ты, совершенно бери. Тебе уже не поможет. Ударит тебя заточенная ложка там, отверткой, с чем угодно. А что? Я как-то поступал со мной, так камеру открыли, за тобой дверь закрыли. Я зашел, перекрестился. Мир дома всему. Вся камера зашевелилась. 70 курящих. Подходит старший, смотрящий там, пахан, как угодно. Кто будете, откуда, какая статья, в первую очередь. Не думай соврать. Я ответил, я еще ничего не делал. И он уже меня спрашивает, и где бы вы хотели тут при мастице? Я говорю, если можно, где воздуха побольше, чтобы не курящий. А их переполненная тюрьма. Это выгода начальству, меньше заботиться, то другое. На одну шконку, пойку, бывает два человека, даже три. Он подошел, вот это околахно, так махнул рукой, тот сразу матрасы свои уже отдернулся. Так, ты тоже наверху куришь? Так, И две шконки мне одному. И все. Я ничего не просил. Ничего. Бог открывает. Тут привозят на Кузнецк. А там баландеры называют. Ну, которые оставили при тюрьме на обслугу. Тоже заключенный. Видно, что там крепкий человек. Всем дает, а мне отойди в сторону. Я в ствол стою. Так, отец, давно тебя ждем здесь. Меня, так откуда? Ну, не разговаривай, иди со мной. И у него там в запасе спрятанное лежит на крахмаленое буквально две простыни. Мне дает их. Матрас, на котором никто не лежал. Ты иди, а я впереди тебя пойду. Вот как Бог делает. Меня только вывели. Охранницы. Две. Куда бы вы хотели? Как куда? Куда пошли? Не бы табака, чтобы не было. Табака не было. Так везде курят. А наоборот, куда-то в ШИЗО его. В ШИЗО. Это штрафной изолятор туда. Ну, и меня туда потащили, завели, показали. А они там вот на таком уровне шконка, ты спишь, а штырь закрепляет ее там на той стороне. И они утром выдергивают его, и человек, когда вот так вот падает, и ты грохнулся на пол на бетонное, а там бетонное все. Ну, мне-то это они не сделают. Так, еще заходят. Ну, и как? Я говорю, что так тяжело дышать? Тяжело. Она посмотрела там вверху окошечко. Ну-ка, Нина, швабру неси. Она эту швабру принесла, другую ручку это бас, стекло разбило, там воздух лынул. Ну и все. Ладно, ладно, ну расскажи нам. Все. Я только попал. Только зашел. Бог впереди меня уже делает. Вот обратно везли. Малва-то идет уже. Я только камеру открыл. Лежу двое. Мир дома сему. Молодой, росоволосый такой, высокий человек, как Виктор. Савченко примерно такой, подошел так, а вы Бог? Да какой я Бог? Я человек. Я сегодня вас не видел. Говорит, нам в камеру Бог придет. Я говорю, я имя Божье несу. Всем свидетельствую. И он у меня Новый Завет взял и сидел до утра, переписывал. Не ложился спать. А утром меня забирает. А были они двое с цыганом, цыган дочку там убил за что-то. И он прямо ходит, ненависть такая у него. Да ты вчера со мной в карты играл. Да ты предатель там и у всякого. Ни слова не говоря пишет. Ну, цыган поменьше, он бы его одолел, если что. Я лег спать. Разложил со мной хлеб, там наложили где-то, да, он потом. Ты только идешь. Там нигде не заихнись. Вот помню, сейчас не могу сказать точно, в Кемеровской, кажется, тюрьме было. Начальник выходит. Большой этап. Так, претензии какие есть? Все при вас. Ничего не отняли? А все знают. Попробуй, скажи. Проходит начальник, к Гоголем идет. Так, значит, в порядке выезжаете? Жалоб нету? Нету. Я говорю, жалоба есть. Жалоба? Он прямо сменился в лице. Какая жалоба? Я говорю, авторучка у меня была. Авторучку взяли и не отдают. А один ему шепчет что-то. А у меня полоса написано КГБ ведет и неприкасаемый. Так. Ну, ходи сюда. Он завел меня в комнату. А там на столе авторучек этих, как стеледки-то. Выбирай, какую надо. Ну, я посмотрел. Я говорю, я свою не вижу. Он так вот сгреб, сразу мне в сумку-то все эти авторучки. Ну, не все там, сколько рука захватила. Ну, все. Все. Улыбнулся. Становит строй. И вас бить возили? Нет. Да ты, скажи, такой тебя заведут. И, говорит, измолотят, ты кровавый поешь. Ни один пальцем не тронул. В лагерь привезли. Начинается избиение. Подходит старший там. Как-то Оман его звали. Да. Так. У нас тут такое дело. Тут непослушные. Я не мог понять, чем они бьют. Огромного роста мужичина. Когда треск стоит. С ног долой. Иди в красный уголок нам. Почитай журналы. А тут избиение. И они ко мне подходят. Можно я коловац-стрыл? Буду рядом. Убивают, отец. Убивают. Так, что-то метелки нет. Вот сказал, 50 человек в старую. Все должны бежать. Вон метелка в том конце. Специально поставят. Все 50 должны бежать за метелкой. Один там не может где-то. А ходить надо. Накажут, когда... Ну, вот так вот. Сесть и... Ну, как говорится, как гусином. Да не сяду сейчас. Это... Так, тебе не надо. Отойди в сторонку. Это зэки. Зэки. Я встал, что-то... Платочек одет. Один вытаскивает. Прямо не тронутый. Платочек видно. Вот у меня. Возьми, пожалуйста. Там последнее у тебя отберут. Почему? Возложи на меня упование твое. И Бог так сделает. Вот мне приехали, я говорил, тетя Тоня, которая вот так быстро-то прошла, она все знала. И она умерла. И мне жена сообщила, Надежда Васильевна. Ну, и все. У меня слезы текут просто. И начальник политоотдела Кудереев. Жанатас. Город. Это Жабульская область. Сейчас я нашел. Кто-то стучится. Ну. Сережа выйди там, узнаю. Что идет. Дело в том, что Татьяна Кузьминична звонила, просила кастрюлю и крупы принести. Да, сейчас принесем. Все, пока закрывай на этом. Понял как? Я припоминаю, чтобы вы знали как. Не гордыбачься. Я дальше спрашиваю, скажите, я болеть себя буду, не помешаю. Я посмотрел, где около дверей, шкодки вплотную. Вот так вот. И вот здесь такое вот место. Стена. Дверь. Дальше вот эта вот дверь. И вот так вот можно встать. А здесь шконка рядом. Я вот так вот встану. Не буду мешать. Да вы что, отец? Да молитесь вы. Тут всякий по-своему с ума сходит. А потом утром, я первая ночь прошла, и утром говорят, вчера, говорит, семь человек с вами на колени становились. Можем мы тоже будем молиться с вами. Я никого не приглашал. Почему? Бог. Ты Богу доверься. И все. Начальник в этот же день. Новая тюрьма. Меня призвали. Ну, не больше часа прошло. Заходит, который охранник, и говорит, пошли со мной. Я вышел. Начальник тюрьмы вас зовет. Уже началась беседа. Вот я тебя был в Барнауле. Начальник тюрьмы, полковник. Умер по-христиански. Следователь был. Обратился, принял крещение с полным погружением. Я могу назвать Побелия, Пищугов. Вот. Виталий Николаевич, кажется, был. Виктор Иванович. Это Бог делает. А? Все, все. Она пришла, да? Нет, Галя Загуляева. Приехала? Да. А что ей нужно-то? Кастрюлю и крупу. Готовят наши приехали люди. Значит, сегодня мы пойдем туда. Вы будете помогать свое чистить. А Геня скажет, что там глина намешать, разжечь, чтобы в котле вода была горячая. Не, руки не заморозили. А мы с Володей начнем там распирать везде, где делали. Вчера уже напилили бы. Интересно? Твоя жизнь будет наполнена милостью Божией, милосердием. Притом, Бог делать будет совершенно незнакомых людей, которые будут помогать. Вот мне, а евреи, евреи. Ну, что евреи? А мне евреи помогали. Как помогали? В издании книг помогали, деньги давали. Так они не знали, что написано. Как не знаю, когда я им дарю книгу, они знают. Они видят, нападения на них нет. Я открываю, как есть. Банкиры сюда приезжают. Сюда. Вот сюда. Потеряю. главный банкир в Который банкир Алтайского края приехал. Знаю, что я здесь. А как это можно сделать? Да никак. Что я вам скажу? Ты ко мне приезжай сюда, что ли? Он сам приехал, да еще банкира близлежащего района привез. И когда я обращаюсь, обращаюсь по детскому лагерю, они дают больше того. Поэтому возложи на Господу упование твое. У меня ничего нету. Минимальная пенсия. Оказывается, мне льготы, как репрессировано. Половина за электричество, за все. А я плачу по полной программе. И уголь по полной программе. Я ходил один раз, что-то не получилось, там что-то не было, я не пошел даже. Так это вы сколько теряете? Да ничего я не теряю. У меня денег всегда хватает. А откуда вы? На телефон. Начинаю смотреть, опять тысячу кто-то бросил, опять. Вот накопилось, на телефоне 5 тысяч. Я другому отдал, и говорю, ты сними с меня, тут многодетная семья. Все, сняли деньги, там оставили меня несколько. Я никому не звоню. В бедности нужно учиться жить. Красиво и интересно. Я могу показать пример. Обходиться самым малым, крайне необходимым. Мы о завтраке не заботимся, уже сестры беспокоятся. Галя так и приехала, уже все там. Сейчас мы, ну я не знаю, ждать завтрак или не ждать, сейчас Володя придет, спросим. И к нему узнать. А то мы сейчас уже пойдем, маленько погодя, я остаюсь здесь с Никитой, мне нужно в эфир выходить. Если вы сейчас своими делами займетесь, ну и видимо с семьи уже, чтобы завтрак и уходим. Вопросы? Много, но потом. Много, потянешь. Потянешь. Молодой, здоровый, крепкий. Больше всего память оседает блуд. Если жил блудно, ты никогда уже не будешь таким, как и Бог быть. И с этим нужно согласиться. Ничего нельзя. Ты напрягайся, ты старайся, и у тебя этого не будет. Но сегодня ты свою тупость, эту топорность, можешь разгладить как-то по-другому. Вот на том, что есть. Я с этим, я не такой как, я тебя никогда не буду, как отец Геннадий Паст. Никогда. Он воспитывался в семье, благочестивой немецкой, или где вино вообще не имел. Ну, со мной с отец выпивал. Я все видел. Тогда сам опивался. То есть я уже мозги свои отравлял. Пристрастия не было. Вот я выпил один раз в году. И на следующий год, 15 мая, зачем? Произвольно назвал цифру. Пиво не выпью. Но 15 мая пришло, выпью. Зачем? я такой же, как все. Ничто, говорит, человеческое мнение, ничего. Теперь вижу дурь. Дурь. Самая большая дурь была, когда пошел к начальству, добровольством в Алжир. А зачем? Улучшить знания французского языка. Вообще. А почему-то? Потому что готовился быть террористом и стрелял хорошо. И тому. Мне как раз это. Вот дурь. А Господь все изменил. Изменил. И вот теперь на самом низу социальной пирамиды лестницы нахожу. И мне это как раз. Вот так. Вопросов нет? Занимаемся своими делами. А мы с Никитой сейчас утром мне надо выйти в эфир, там раскрыть кое-какие ролики, чтобы увидели люди, что я живой. Ну все. Аминь. Покажи. Все. И на этом конец. Выключи. И подключи, чтобы заправить.